Доходы государственного бюджета Украины в первом квартале 2014 года возросли на 6,5 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя это на 3 миллиарда гривен меньше, чем предполагалось. Невзирая на небольшой дефицит, правительству удалось на 100% профинансировать социальные расходы, включая выплату пенсий. Кроме того, Украина погасила и долги по внешним обязательствам на сумму более 17 миллиардов гривен. Несмотря на эти успехи, в целом экономику Украины ждет непростой год, уверены экономисты. По их словам, чтобы взять ситуацию под контроль новой власти, придется предпринять ряд непопулярных мер. Прежде всего, следует сбалансировать доходы и расходы государственного бюджета. Во-вторых, обеспечить погашение внешних и внутренних долговых обязательств. В-третьих, принять четкие и оперативные меры по социальной защите малообеспеченных граждан. Об этом и не только в беседе с Искандером Хисамовым рассказал президент Ассоциации украинских банков Александр Суганяка. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Доброе здраво. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Начать я хочу с самого названия документа, который принят недавно в Верховной Раде. Там о предотвращении финансовой катастрофы. Вот такие слова вообще в законодательных, финансовых документах, в экономических, вообще допустимы, как вы считаете? Не допустимо. Тем более, что очень важно, чтобы в этом документе название отвечает реалиям, которые описывают. С моей точки зрения, они не отвечают. Давайте по сути этого документа предотвратить ли он то самое, о чем говорит о финансовой катастрофе? Дуже интересно, там термин запроваджуется, фискальный разрыв. Ох, он у нас великий, 289 миллиардов, гвалт, кінець. И что это такое? И премьер нам пояснил, что это означает, что в Украине на 2014 год не хватает вот этой суммы, 289 миллиардов. Я говорю, что неправда. В Украине ці гроши есть. Их нет в бюджете. А чей бюджет? Уряду. А чей уряд? Олигархи. То чия катастрофа? Влада, олигархи. И что рятует, пан Яценюк, владу олигархи? Тобто, вот так. Тобто, в Украину входят олигархи. Олигархи есть частью страны. С их капиталами, с их бизнесом. Есть средний класс, есть бедные люди. Мы все, как страна, вместе. И эти деньги, которые украли, как говорит Яценюк, то они же нигде не делятся. Гроши из нуля не выникают, и в нуль не перетворят. Ну, тут опять, мне кажется, какая-то некорректность. Украли. Ну, что значит украли? Надо сказать, каким образом, как, что это самое. Украли. Ну, украли. Вот теперь давай кричи караул, украли у нас бюджет, да? Значит, абсолютно правильно. Оцей фискальный разрыв, він створюється з того, что хтось мав заплатити в бюджет, не заплатив. А хтось два роки наперед заплатили. Да, вот там, здається, 25-30 млрд, про что сказал пан Яценюк. Что, где-якие бизнесмени заплатили податки в бюджет на два роки наперед. А где кто не заплатил? То есть, не поступила какая-то сума. Кто не заплатил? Чому не заплатил? Как не заплатил? Можливо, и по закону, потому что принимали законы, которые позволяли кому-то не платить. Теперь другая ситуация, когда те деньги, которые поступали в бюджет, они разкрадались. В том числе через государственные закупивки, например. Если что-то купили государственные предприятия, органы, скажем, автомобили, которые стоят 20 тысяч, грубо говоря, что там покупали за 50. Если эта сумма украдена была в прошлом году с нашей экономики, экономика, в принципе, осталась той же. Если я поделюсь по платежному балансу, то я вижу, что она два месяца этого года, это очень похоже на то, что было два месяца в 2013 году. То это означает, что, ребята, если вы не будете красить, то у вас будет плюс 250 миллиардов в бюджет. За какой срок? Вот, допустим, есть человек, ну или там правительство, у которого есть политическая воля, есть желание собрать все, прекратить вот это вот воровство и из бюджета, и до бюджета еще, недоплаты налогов и безобранных. Сколько времени это займет? Найти спільную умову с крупным бизнесом, а я думаю, что это, в принципе, можно было бы сделать день в день. Я думаю, что за рік это можно было бы сделать. То есть за рік проблема бы снималась, и нужно было бы думать о том, как запустить срастание украинской экономики. Но это вот ресурсы, которые существуют прямо сейчас. Кроме того, очевидно, нужен ресурс роста, инвестиционного и так далее, чтобы налогооблагаемую базу повысить. Что вы думаете на эту тему? Тема очень сложная. Я попробую модель. Если вы поставите на каждую судину, по которой течет кровь, невеличкий такой ососочек, который допустимый, но будет кровь всю высмоктывать, и собереть. На каждое нервовое волокно поставить свое, и тоже высмоктывать там энергию, которая там бегает, по цим нейронам, которые там бегают. Что будет с таким организмом? И еще заставить клетину, там вот кисель. Будет анемия, будет хилый. Или умрет в конце концов. А в конце концов помрет. На этих инфраструктурных вещах очень много сидят людей, приближенных до влады, так званого крупного бизнеса. Потому что это не крупный бизнес, это паразитарная форма. Иснувание, ну, навык это политично, а тут самая паразитарная. Что я маю на увазе? Вот, например, энергогенерующая компания, ее собью вартость электроэнергии така. Обленерго в приватных руках накручивает до цієї цены свою, и споживач мушает это проплачивать. Это не бизнес. Не может быть на инфраструктуре сидеть кто-то, кто-то висмактует. Возьмите нашу банковскую галузь, где я працюю. Проценты. С этими процентами. Это же такие гири на экономике, про которые страшно говорить. Вот в минулом году... Что вы имеете за проценты? И депозиты, и кредиты. В 2013 году банки нараховали по депозитам процентов людям. Гадайте цифру. Не знаю, я не держу. 81 млрд. Тобто это сумма, которую банки мают отдать людям, вкладчикам, проценты, а доход по депозитам. Которые сейчас обложили. 81 млрд. А обложили, значит... Для того, чтобы отримать, заплатить людям, банк мусить покласти проценты на кредиты. 130 млрд. Чтобы вы знали, в минулому році нараховали банки. Ці 130 млрд. Это довисок, который предприниматели кладут куди? В товар. Вартість товару. И тот, кто получил депозиты свои, он купит товар в цине уже присутствия вартість его депозита. И это все у нас поднимает ціни. Это все равно, когда Кличко виходит на бей, и ему на руки почепили гири таки по 32, а у меня их нема. И еще кровь от сосали. Да, и кровь еще от сосали. Вот приблизно образ нашей экономики. То, если говорить про то, как ее запустить, вы запитание мне давали, то в принципе, в первую очередь, нужно снять вот эти отсосы и сказать тем самым олигархам, у вас есть две функции. Одна функция, вибачте, паразитарная, где вы паразитуете на инфраструктуре, и это мы прекращаем. А другая функция, это ваша бизнесовая функция, где вы генеальны, талановитые бизнесмены, но не каждый же может организовать вот эти потоки, миллиардные потоки, там, грешевых потоков, плюс товарно-материйные ресурсы, плюс информационные потоки, где надо объяснить, где ты можешь продавать, где ты будешь купить. И это целый галузь, по сути, в их управлении. Для этого надо мать... А вы уверены, что для этого нужно? Абсолютно. Вот эту паразитарную функцию вы выкидаете, вы напаразитовались достаточно. Хочете, чтобы мы узаконили вашу властность, будь ласка, заплатите из тех своих паразитарных денег, которые вы набрали, давайте их сюда, это наша страна. Вы паразиты, или вы частью Украины? Нехай ответят. Если паразиты, то с паразитом знают, что делать. Его просто уничтожают, он не нужен. Можем ли мы закончить нашу беседу таким вот постановлением, что абсолютно необходим вот этот новый договор власти, бизнеса, работодателей и представительских органов государства для того, чтобы вытащить Украину из этой самой катастрофы, о которой говорят. И что это единственный серьезный путь для того, чтобы создать рабочие места, создать рынок, создать вообще условия для движения. Никакой МВФ, никто нам в этом не поможет, а только ухудшить ситуацию, поскольку долгов все больше и больше будет. Можем мы такое постановить сейчас? Можем. Это наша проблема, и развязать можем мы и только мы. Это же завжди, я говорю так, что розумный, че мудрый человек шукает развязание, че причину своих проблем в собі, и намагается цю причину ликвидировать. А Дурин шукает причину поза собою комусь. Хтось винный там. Это вы очень уместно сказали. Сейчас, судя по всем, по мейнстриму, так сказать, украинской прессы, все виноваты. Там, ну, в первую очередь, северный враг там и так далее. Вот они все разрушали, они нашу армию уже много лет крали БТРы и не давали заработать денег в кризис, ну, 23 года. И вот сейчас, окей, значит, ну, это такая легкая публицистика. Хорошо, спасибо большое, Александр Анатольевич, было очень интересно.